здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма укрепила мое здоровье и улучшила внешность подписывайтесь чтобы жители нашего чудесного городка стало как можно больше вчера я выкладывала на всеобщее обозрение мою кухню и в особенности мой потолок который всегда вызывал бурную реакцию всегда на протяжении 20 лет сколько он не служит столько он и ей вызывал и и почитав комментарии я как раз утвердилась в своем мнении о том на какую тему мы сегодня с вами поговорим а тема очень злободневная и интересная и важная как жить своей жизнью без оглядки на других ведь что такое жить с оглядкой на других жить по чужой указке это значит жить чужой жизнью это значит что у тебя не останется времени на свою жизнь и как часто бывает я это вижу постоянно это очень распространено в нашем обществе когда молодой человек чтобы не обижать свою маму живет по ее указке учится в том вузе который он ненавидит но чтобы не расстраивать маму он учится именно в этом вузе мечтая совсем о другой стезе и людям кажется в такие моменты что ну пусть мама будет счастлива и спокойно ну пусть общество меня не осудит ну а потом я когда-нибудь проживу своей жизнью но к сожалению у нас у людей только одна жизнь и у вас не будет шанса вторую жизнь прожить для себя понимаете другого шанса у нас нет а главное что самое обидное ради чего жертвовать своей единственной жизнью ради похвалы но мы помним прекрасная афоризм делай все что хочешь потому что люди все равно будут осуждать тебя до конца твоей жизни я вообще фаризма не очень люблю на этот афоризм абсолютно точный не было такого случая чтобы человек какой бы он раз прекрасный не был чтобы его не осуждали пытаться угодить всем и каждому это значит придать свою жизнь придать себя самому украсть у себя свою собственную жизнь сейчас небольшой тест как часто вы отказываете себе в чем-то чтобы не расстраивать близких как часто вы не надеваете то что хотели бы чтобы они подвергнутся осуждению со стороны общества и коллег вы думаете о том а что подумают люди если вы ответили на большинство этих вопросов положительно значит вы живете не своей жизни и на смертном одре люди больше всего жалеют не о том что они сделали о том чего они не сделали а почему же мы люди поступаем таким образом отказываемся о своей жизни ну во первых конечно это боязнь ответственности потому что когда мы поступаем по чьей-то указке мы снимаем себя полную ответственность за нашу жизнь но в этом большая засада конечно кроется потому что я все себя все себя моя жизнь изменилась в лучшую сторону только тогда только тогда когда я взяла за нее ответственность полностью на себя второе почему люди так поступают это желание быть как все не высовываться это я бы отнесла даже к никому страху к некоторому стеснению то есть быть как все третье распространенная причина почему мы живем чужой жизнью это нежелание огорчить родителей пусть мама с папой и бабушка порадуются напоследок а я ну что ж моя жизнь выкину ее ну и так перебьюсь и без моей жизни ведь они хотят мне только добра четвертое это давление общества это вот то что я увидела в комментариях это то что я всегда читала не только вот здесь а тогда когда я сделала стрижку пикси стала ходить с сединой а я много раз слышала что это неприлично фона себя запустила много много критики и давление но я не поддавалась и ходила пока мне это нравилось 5 почему мы так делаем это доверчивость а мы верим интернету мы верим другим людям мы верим что со стороны виднее что люди нам говорят правду не учитывая человеческий фактор человеческую природу что часто советы нам дают завистливые люди и советы на дают противные шестая причина по которой мы так поступаем мне даже кажется она вот самая распространенная это недополучение любви человеком и он пытается всеми силами ее получить то есть компенсировать вот этот вакуум любви и он пытается быть хорошим быть послушным быть покладистом чтобы ему скале о молодец возьми с полки конфетку о молодец правильно хороший мальчик хорошая девочка то есть вот так в надежде получить любовь хоть как-нибудь выкинув свою жизнь под ноги чужим людям но лишь бы они меня похвалили лишь бы они меня полюбили это очень распространенная на самом деле я даже сказала что вот 50 может 60 процентов это именно от недостатка любви и желание ее получить любой ценой а теперь давайте поговорим о том как обрести себя как вернуть себе свою законную жизнь первое что надо сделать это очень важно нужно уединиться выбрать свободное время чтобы была возможность без отвлечений подумать глубоко задуматься быть честным с собой и отдать себе ответ на главный вопрос жизни а чего хочу именно я то есть это очень важно чего хочу я вот отпустить свою фантазию не держать ее ни в каких рамках не думать вот в данный момент а деньгах а что скажут другие а вот что хочу я что нужно именно мне о чем я всю жизнь мечтал что сделала бы меня счастлив вот это самое главное и понять это и записать на бумажке второе что надо делать чтобы обрести себя это научиться говорить нет я бы рекомендовал тренироваться перед зеркалом тренироваться на кошках подходить зеркало и говорить хочешь чай нет а хочешь супа нет а хочешь чего-нибудь еще нет 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 то есть по всякому говорит нет потому что это волшебное слово она не только вернет вам жизнь она в конце концов подарит вам авторитет у людей потому что когда человек имеет сильный характер несгибаемую волю и когда он тверд и последовательный своих поступках это всегда вызывает уважение вас могут не любить но будут уважать третье нужно научиться твердо и элегантно настаивать на своем и не нужно оправдываться аргументировать вам достаточно простого емкого ответа я не хочу или я так хочу или я так хочу и мне так нравится простенько и со вкусом и окружающие поверьте после двух-трех вот таких ваших аргументаций они перестанут к вам привязываться и почувствуют у вас внутреннюю силу четвертое это любовь к себе и самоуважение то о чем я говорю постоянно то что убережет вас вообще от всех несчастье в жизни это самоуважение это самое главное добродетель для человека которая это спасательный круг по жизни спасательный круг потому что если вы себя уважаете я даже не говорю любить то что любовь это все-таки это сложно получить такую любовь к себе но самоуважение если вы уважаете себя вы никогда не бросить свою жизнь как старую грязную половую тряпку под ноги каким-нибудь людям или на помойку просто выкиньте вы так никогда не сделаете вы безусловно будете помогать другим людям сочувствовать но в первую очередь вы будете думать о своем интересе вы же себя уважаете как же вы можете не считаться со своим собственным мнением уважаемого человека пятый способ обрести себя и вернуть себе свою жизнь это как нас учил великий карнеги представить самый худший вариант вот допустим вы решили перестать женщина красить волосы и ходить седой до или допустим вы захотели платье какого-нибудь дикого цвета этот цвет вас просто в приводит в восторг то есть вы что-то хотите сделать вот и такая а и вы боитесь осуждение общества вы должны представить самые худшие варианты которые с вами могут случиться от вас все отвернуться вы станете изгоем с вами перестанут здороваться на вас на улице будут показывать пальцы вас дадут сумасшедший дом самые худшие варианты примириться с ними и жить дальше и что интересно как правило ничего из того что вот вы нафантазировали с вами не произойдет если вы будете жить своей жизни поступать так как вы хотите потому что всем в конечном итоге на всех плевать большому счету и вот это осуждение которого мы так боимся вот опасаемся его на самом деле люди не обращают на вас такого внимания как вы себе фантазируете ну да они могут сделать какое-то замечание вы элегантно ответить им что это ваше личное дело и на этом эта проблема будет разрешена без ущерба для вас но ваша жизнь останется при вас 6 совет по обретению себя и своей жизни это цените за всех сил свою индивидуальность вот сейчас я знаете я даже не могу описать с каким чувством с грустью вот знаете с грустью смотрю на инста стиль на инстаграмный на как это сказать макияж вот на все из инстаграма даже вот уже появился на вот этот термин инста стиль и я очень часто вижу такие подборки когда специально подбирают известных блогерш они абсолютно на одно лицо то есть когда их в кучу собирают в толпу и показывают анфас их нельзя отличить у них инста брови инста губы инста выражение лица инста контуринг инста одежда инста поза они все одинаковые абсолютно одинаковы это ужас вы знаете у каждого человека есть какие-то страхи в жизни у меня тоже но я не могу сказать что это страх но это как-то вызывает у меня досаду это прожить незаметно и чтобы никто на тебя никогда внимание обратил вообще даже не знал о твоем существовании как будто бы на этом свете и не было меня вы что-то в этом роде и это так ужасно прожить безликим человеком вот в этой безликой массе когда тебя могут спутать и окликнуть по ошибке это ужасно а вот обратите внимание как мы любим нестандартные лица нестандартных людей нестандартный поведение как нам нравится тильда сувинтон да как нам нравится эдриан броуди да вот такие люди они такие необычные не похожие ни на кого и они не идеальные вовсе у них могут быть асимметричные черты лица но мы их так любим так ценим потому что они не как все они выделяются вот из этой массы людей поэтому сохранение индивидуальности вашей индивидуальности это путь и к сохранению своей собственной жизнью которую вы будете жить все это конечно верно все правильно то что я вам сейчас сказала но это не значит что чтобы обрести себя и жить своей жизнью быть самодостаточным не нужно слушать и прислушиваться к другим людям это разные вещи а жить по указке другого человека или слушать советы друзей это разные вещи и кстати вы не обязаны им следовать слепо им следовать нет но прислушаться вы знаете вы знаете лично я всегда слушаю советы всегда всегда я на внимательно их изучаю и анализирую если совет не не подходит я просто его отбрасываю без обид без ничего ну то есть просто мне не подходит но иногда случается что я вижу какой-то зерно которая могла почерпнуть и который мне пойдет на пользу у меня такие случаи были с одеждой когда я прислушалась и мне давали дельные советы по подбору гардероба я сразу это взяла на вооружение и вы знаете моя одежда сразу вышла на новый уровень я была незнакома со стилем casual ну раньше в прошлой жизни и я действовала неуклюже выборе предметов гардероба и когда люди мне подсказали я была им очень благодарна поэтому нельзя отметать чужое мнение полностью то есть вы должны проанализировать если она вам подходит почему же это не использовать во благо себе какой-нибудь хороший совет резюмируя вышесказанное я хочу еще рассказать дорогие друзья давайте будем жить своей жизнью давайте будем за этот короткий миг который называется жизнь делать то что хочется именно на выбирать те наряды которые нравятся на они коллегам выбирать ту профессию который лежит наша душа где наше призвание а не ту которую хотела бы вам выбрать мама и только тогда мне кажется мы можем обрести счастье возьмем ответственность за нашу жизнь полностью на себя а в конце как всегда моя любимая афирмация с каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях пока